Ну ладно, дорогие друзья, спасибо большое за то, что вы... Давай их и добавим чуть-чуть. Вот, а мне еще повезло, я в жизнь свою наткнулся на горные лыжи, в Мещерину, между прочим, когда первый отпуск меня отправили. Наш начальник отдела отправил меня с воскресенья в отпуск, а чтобы я не убежал, он с пятницы на субботу поставил меня дежурным по техзоне. Я на разводе себе отморозил ухо, у меня такое ухо было. Вот, и я приехал в Тирскол с отмороженным ухом. А сейчас мы, хочу сразу сказать, мы сейчас хотим опять создать Тирскол, уже закончилось, мы хотим опять возродить турбазу Тирскол. Серег, мы сейчас делаем в сентябре клуб турбаза Тирскол. Вот, мы его создаем уже, начали создавать. Чтобы типа клубочие дети, но только более такое широкое понятие, те, кто в Тирскол ездит. Эхо добавим чуть-чуть. Это небо сегодня Господь приготовил для нас, Взбив своими руками подушку вершинных снегов. И земля под названием Северный, этот Кавказ Объяснит мне всю суть без пустых человеческих слов. Давай полетим, давай полетим, давай полетим. Праворукая тачка раздолбанного бытия, Там, где лево и право не сразу сумеешь найти. И блестящее прошлое слава, потухший маяк, Мне бессильно желает удачи на этом пути. Давай полетим, давай полетим. Снеговой волшебный круг никогда не тает, До него твоей тосте слишком высоко. А давай с тобою, друг, просто полетаем, Прислонившись к Атласу небес, жесткою щекой. Давай полетим, давай полетим. Давай полетим. Ты ведь помнишь, старик этот первый, единственный раз, Как запела, зажглась, заиграла под солнцем душа. И обрывки серебряных этих единственных фраз, Наконец перестали тебе своим светом мешать. Давай полетим, давай полетим. Снеговой волшебный круг никогда не тает, До него твоей тосте слишком высоко. А давай с тобою, друг, просто полетаем, Прислонившись к Атласу небес, Жесткою щекой. Давай полетим, давай полетим, давай полетим. Сейчас, извините, пожалуйста. Умом Россию не понять, Пока не принимешь ты 0,5. Я попал в Тамбай однажды. Это было счастье в 98-м году, Когда меня, значит, подполковника взяли на полный халявный фестиваль, Где мне выдали оранжевую такую бумажку, На ней было написано «Горное эхо». Я сказал, куда с ней можно ходить? Мне сказали, везде. И я проверял, ходил. Это было потрясающе. Я понял, что мне сильно повезло тем, что я военный, Потому что я видел этих артистов рядом. Я сначала не врубался, что это такое, Потом, когда я понял, Ну, Донбай потрясающее место, И я там писал в день по два хороших творения, Крепких таких. Вот первый день, я когда ехал на Канадке, Со мной рядом сидел местный, Я говорю, слушай, как бы по-вашему пожелание добра. И он мне написал бумажки, На бумажке я русскими буквами написал, И написал эту песню, Которая мне самому действительно очень нравится. 98-й год. Анна Владимировна, Если будешь болтать, когда я говорю, Я твой начальник. Ты должна сидеть и смотреть мне в рот. Вот сюда, да? В глаза. Можно в глаза, да? Когда я говорю этим самым, Вкратчиваем голосом, И тут шуршит что-то слева. Ладно, все, поехали. Донбай. Терскол, донбай. В небе искоркою пролетит Самолет, моя белая птица. Я себе пожелаю уйти, Чтобы завтра опять возвратиться, Чтоб тянулась волшебная нить. Шла в мой город, куда я уехал, Чтоб подольше в душе сохранить. Это теплое горное эхо. Красти легкие наискосок Моего добровольного плена. Твоё солнце запомнит висок, Твои склоны запомнит колено, Твою силу подхватит мой шаг, Твоё мужество руки и плечи, Твоё небо запомнит душа, Светлым домом по имени Вечность. Лыжный рай, Светлый край, Нам пора распроститься. Мой терскол, Мой донбай, Два крыла, Горные птицы, Золотые приметы к добру, Крылья ветра и неба гуаши, Радость чистую, Светлую грусть И улыбки волшебные ваши. Это всё я с собой унесу, Мне поклажа тяжёлой не будет, Дай Господь вам кунашка болсун, До свидания, добрые люди. Лыжный рай, Светлый край, Нам пора Распроститься. Мой терскол, Мой донбай, Два крыла, Горные птицы, Лыжный рай, Светлый край, Нам пора Распроститься. Мой терскол, Мой донбай, На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на себе плакат, такой старый он был, на нем был с чайдета снят Эльбрус, и вот где станция Мир, канатная дорога, возле нее такие красные, зеленые, синие точечки, точечки, такие муравьишки, это люди. И когда в нашем уникальном центре меня особенно становилось прикольно, я смотрел этот плакат и думал, господи, а вот эта красненькая точечка, это я, наверное. И я думал, что ну и черт с ним, все в мире приходящее, а жизнь вечна. Самое главное, не надо злиться, не надо гордиться, не надо делать из себя икону, а надо просто жить, дышать, любить, радоваться тому, что тебя видят и слышат такие люди, как и вы. Спасибо вам большое. Песня называется «Плакат». Там, где жизни лежат золотые пунктиры и платочками машут с канатки. Бухие друзья. Там, где жизни лежат золотые пунктиры и платочками машут бухие друзья. Где кантами сдавал я на прочность экзамен, на красивых полях снегового листа, где Европа лежит, у тебя под ногами, известно, что жизнь нет, не зря прожита. Где сияет Дангуз при хорошей погоде, а погоды в горах не бывает плохой, где созвездия блестят. Всех красивых мелодий, где созвучие живут, всех красивых стихов. Где часы, как года, как недели, минуты, и желанными быть гости не устают. И ночная звезда над сгоревшим приютом освещает всю жизнь и квартиру мою. Я себя отыщу черной точкой на склоне возле станции мир, Между друзей и подруг. Постаю у окна, покурю на балконе, Все у нас хорошо, все нормально, мой друг. Постаю у окна, покурю на балконе, Все у нас впереди, все на месте, мой друг. Ах, ну какой же разноцветный и отважный, В себе уверенный и симпатичный я. Лечу красиво по поверхности бумажной, За край плаката на границу бытия. Лечу красиво по поверхности бумажной, За край плаката на границу бытия. Я-я, да, сэс фантастиш. То, что состоит из солнца, То, что состоит из неба, То, что состоит из ветра, Скорости и горных лыж, То, что составляет счастье, Проживает в ваших душах. Только не смешите меня, пожалуйста, Слава за Богу. Ты, пожалуйста, запомни, Этот ориентир простой. Я не вижу ваших рук. Беда простая! Най-на-на! Чигет растаял! Най-на-на! И нашим стаям! Най-на-на! В обратный путь пора! Пусть сны о лете! Най-на-на! Нам путь осветят! Най-на-на! Тоски ответят! Най-на-на! Который раз с утра! Что же после остается? Наскользя чтеплы к чигетам, И в кармане яркой куртки От шампанского фольга Заголелы нос и уши, Грусть прозрачная во взгляде, Красноносых ледь смельканет! И долги, долги, долги! Беда простая! Най-на-на! Чигет растаял! И нашим стаям! Най-на-на! В обратный путь пора! Пусть сны о лете! Най-на-на! Нам путь осветит! Най-на-на! Тоски ответит! Най-на-на! Который раз с утра! Знаю-знаю! Я, конечно! Наши чувства иллюзорны! И московская реальность Ожидает за углом! Но однажды ослепленный Сладкой музыкой полёта! Сладкой музыкой полёта! Лучше прозреть не сможешь ты! Беда простая! Най-на-на! Чигет растаял! Най-на-на! И нашим стаям! Най-на-на! В обратный путь пора! Пусть сны о лете! Най-на-на! Нам путь осветят! Най-на-на! Тоски ответят! Най-на-на! Который раз! Который раз! В который раз! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И всё равно ты будешь, да? Это тоже спеть надо, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, я не буду петь. Нельзя это. Я сейчас хочу спеть песни, серьёзные, дорогие друзья. Дело в том, что, как у вас у всех, у меня тоже самое, родственники воевали. И я уже говорил о том, что самое главное чудо нашей всей жизни, это вот эта, конечно, вот эта война, про которую написаны тонны книг, про которые сняты миллиарды фильмов, но, судя по всему, судя по всему, всё было как-то по-другому. И самое удивительное, что когда читаешь воспоминания настоящих участников и разговариваешь с настоящими участниками, то выясняется, что у них примерно была такая же самая жизнь, как и у нас. То есть была куча всяких людей, которые мешали и делали невозможным выполнение боевой задачи. И было очень немного людей, которые помогали. Но они всё-таки выкручивались и делали так, что закончилось всё в нашу пользу. Он жил во вредную эпоху, насквозь прошитую войной, где то, что получалось плохо, лечилось пулей в основном, где так стремились к коммунизму, не замечая прочих нот, что начинало кровью брызгать из лязгующих шатунов. Другие приходили годы сквозь Халхингол и Южный Бук, врывались страны и народы в его звенящую судьбу, дрожало тело от ударов, в атаку беды шли кольцом, и отблеск танковых пожаров ложился медью на лицо. Входили в линии прицелов за высотой и высота. Его крушили батареи, бетон и круповскую сталь. И через странные границы, то навесным, то просто в лоб, вели истории страницей, калибрами своих стволов. Да, столько дел он сделал, и путь свой собственный тарел. Не просто выполнял приказы, а думал, взвешивал, творил. Не стал ни камнем, ни калекой, привычным схемам вопреки, оставшись просто человеком с мужским пожатием руки. Может быть, мы воевали неправильно, может быть, мы воевали неловко, не успевали всех вытащить раненых, и наступали без артподготовки, верили слепо в теорию книжную, с криком неверным атаки ходили, только вот мы победили и выжили. Только мы выжили и победили. Выжили через победы велития Всех от кумрот до товарища Сталина, Мудрые через приказы и детей, И через крупа и тисы на стали, И через русскую неосмотрительность, Через немецкую их аккуратность, И нарожали всех вас, ускорителей, И перестройщиков, и демократов. Это ведь мы, не сгоревшие в танках, выжившие в полевых медсанбатах. Это ведь мы, лет военной огранки. Это ведь мы, Это мы в сорок пятом. Время летит, как его нестреноживый, Мы уступаем Рули в своих лодках, Как вы сумеете, Сдюжите, сможете. Время ли вас, Или вы его все-таки, Через премудрости, Через нелепости, Очередные политиков, Измы. Хватит умали у вас, Хватит крепости, Место свое отстоять В этой жизни. Мы иногда Поворчим по-отечески, Только поймите, В окопах и банках, Если сумеете, По-человечески, Значит, не зря Мы ложились под танки, Значит, не зря Были маши парадные, Мертвых живыми Пусть души не маются, Только бы жизнь была у вас Ладной, И все равно Как она называется Это не мы Не сгоревшие в танках, Выжившие В полевых медсанбатах Это не мы Лет военной огранки Это ведь вы Просто вы в 45-м Спасибо. Я позволю себе, ребят, Похвататься, Как правильно поет Этот самый Поет песня Есть такая песня Не отпеть ли они мне Песню Любви Там мотив Посмеется над словами Лучший друг Петь перед своими товарищами Перед своими родственниками Всегда очень Просто ужасно Но я хочу похвастаться Один раз Это произошло не потому, Что я умный И чем-то там От кого-то из вас Отличается Мы все одинаковые Примерно А так получилось Вот мне жена Как-то два года назад Кричит мне страшным голосом Иди сюда скорее Я думаю, господи Ваня что ли разбился Или Степа упал С этой самой С люстры Сегодня мультфильм показывали Кстати Был на квартиру На лед Нет Это вот про мою семью Помните, да Там такой мальчик сидит В стиральной машине А второй сидит В закрытой стиральной машине Это вот мои дети Замечательные Вот Да Я думаю, господи Что случилось Она мне значит Говорит Вот смотри Пальцем тычет в экран И вот написано Что вот на песню Танк из болот Танковая атака Значит На ютубе Миллион двести сорок тысяч просмотров Я значит Ходил минут пятнадцать Счастливый Думал Вот она слава Вот они бабки Вот она Вот она Ну в моей жизни Ничего не изменилось В общем И теперь Когда мне фигово Когда денег нету Или там Мне кто-нибудь Что-нибудь скажет Грустное Я значит Залезаю Юрьевич На ютуб На этот И смотрю На этот счетчик Дурацкий Вот И мне Да Мне как-то становится Легче Ну На самом деле Просто Мы же технари Мы сначала Влезаем в суть Процесса А потом уже Появляются Есть какие-то Какие-то эмоции Песня 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 На броня На броня На броня кресты Все равно Все равно На броня Летит вперед Летит вперед Трассеры снарядов Огненный клубок Вот кому-то рядом Залепили в бок Полыхнула разом В небеса свеча Мы за вас, ребята Валим им сейчас Тишина запела Звонами в ушах Но еще летела На броня душа На небе гуаши Господа купель Вся бригада наша Пять машин теперь А когда затихли Взрывы и стрельба И горела тихо Ближняя изба Но над черной сушью Выжженной травы Тихо плыли души Мертвых и живых А в облаках Поют гуаши А на реке Полоска ржи И это поле Снова наше И мы с тобой Смогли дожить И это поле Снова наше И мы с тобой Смогли дожить Вот и все Остывают стволы Вин механик Голодает из фляжки Между траками Вянет полы Мы сегодня Родились в рубашке И во рту Шелестящая медь Объясняет Мы живы с тобою Там кому-то Другому гореть После этого Встречного боя Ах, как сладок Горящий табак Людям, выжившим В танковом тире Это общая Наша судьба Под названием Т-34 Этот грохот Свинящий в ушах И наводчик От пороха серый Это общая Наша душа Что насквозь Пробивает Пантера Траектория Драков пройдет В неизвестность Пожизненной глади А прославленный Танковый взвод Догорает На клевере сзади Мы стоим На пушке вдвоем В люк Вливаются Небо гуаши Это поле С кострами на нем Наши все-таки Все-таки наши Мы в измятую Кружку нальем Мы помянем Танкистов Пылавших Это поле С кострами на нем С утра этого Все-таки Наши Аплодисменты Танки 34 Удивительные вещи Которые рядом с нами находятся Потрясающая совершенно машина Которую придумали Знаете, чем больше изучаешь историю Тем больше понимаешь Что ты ее не знаешь вообще никак Спасибо большое И вот То есть выясняется, например Что 1 мая 37-го года Должен был состояться Государственный переворот Который должен был возглавить Наш замечательный Михаил Николаевич Тухачевский Вот И до тех пор Пока его не сняли С замов наркомов По вооружению Наша армия Нормального вооружения Не имела И все вот эти Остехбюро Которые делали Телеуправляемые танки Пушки Динамореактивные Курчевского Это были выброшенные На ветер Миллиарды народных денег Когда у нас голодали Люди Когда не доедали Не во что было одеваться Вот И вот Т-34 Его сделали в 39-м году Вот Потом его Изобретатель Ну не изобретатель Руководитель его Этого проекта Морозов Кошкин Прошу прощения Михаил Кошкин Притащил его сюда Вот Заболел и умер То есть человеческая жизнь Перешла в боевую машину Потом началась война И танк был сырой У него многие вещи Были не отработанные Но другого не было ничего Поэтому его производили Да и Успели перевести заводы С запада на восток Вот Поэтому Мы в общем-то И удержались И вот Завод Харьковский завод Номер 183 Его перевели в Нижний Тадил Не успели еще стен поставить Не было крыши Но Станки уже привезли И начали делать танки Под открытым небом Вот И На танки Собирали деньги Всей страной Баграмян Говорил я уже Генерал Баграмян Сдал на два танка Свои собственные деньги Ну и так далее Вот И конечно После войны Сделали их 58 тысяч штук Всего Т-34 Ну и вот Такая песня Просто понимаете Наша страна Великая военная держава Великая технологическая Военная страна И некоторые люди До этого дошли В своем понятии Типа Висбора Не все Вот А в основном Как-то все Об этом даже К этой огромной вершине По-моему Никто серьезно Даже и не подходил Вот К тому Что мы делали Своими руками То что вот Мне посчастливилось Увидеть это И понять В силу Тех работ Которые мы делали Увидеть эту Великолепную Совершенно Постройку Сделанную руками Русских людей Русские здесь Прилагательные Русские украинец Русские узбек Русские таджики Все кто по-русски говорит Русские евреи Все кто по-русски говорит Все русские Так по науке Мне один умный человек Объяснил Что национальность Определяется тем языком На котором человек Говорит и думает Ты можешь себе написать Что хочешь В паспорте А национальность твоя Будет именно тот язык Который на тебя Накладывает определенные Особенности На твое поведение И вот Т-34 Субтитры создавал DimaTorzok Это мысли сверкающих ввысь О победе в любой войне И металлом одетый смысл Что на свете мы всех сильней Это правило Где лежит Гениальная простота И конструктора главного жизни Перешедшая в этот танк Это холод гулких цехов И под небом пустым станки Дети с бабами у станков На войне давно мужики И бумага последних рублей Припасенных на черный день И колец обручальных блеск Снятых тысячами людей И в наушниках заводи И порвать оборону приказ Ну родимые не подведи И до самого пола газ И болванки в башню удар И застывший радистов взгляд И фанерная в поле звезда И сто грамм запогибших ребят И проломленная броня Всех немецких зверей стальных И Москва в золотых огнях Под победным небом страны Это щит наш и это меч Это наша прямая речь Средство выжить народом Моим в этом бешеном мире Это скорость и сила огня Это люди сильней, чем броня Это слава моей страны Т-34 Это слава моей страны Т-34 Это слава моей страны Это ржи золотой посев На холмах боевых полей Это памятник у шоссе С одинокой гвоздикой в стволе Это путь идущих вперед Молодых и сильных машин Что начало свое берет У твоей российской души Это щит наш и это меч Это наша прямая речь Средство выжить народом моим В этом бешеном мире Это скорость и сила огня Это люди сильней, чем броня Это слава моей страны Т-34 Это слава моей страны Т-34 Это слава моей страны Т-34 Т-34 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, дорогие друзья, я очень серьезные песни пою Наверное, для дня рождения Наверное, уже хватит Я сейчас еще одну песню спою Вот она такая Как бы Две точнее Одну песню Из редкой категории То, что происходило с нами в 90-е годы Вот эта так называемая перестройка Я в одном месте прочитал всего, Юрьевич, за все это время Что 4,5 миллиона человек примерно ушло на тот свет Благодаря ускорению, перестройке То есть тому, что делали лысый комбайнер и пьяный волейболист без пальца Вот Там Ну, долго рассказывать, конечно, все это дело Особенно Таджикистан, Узбекистан Когда 15-я бригада спецназ ГРУ Установила в Таджикистане более-менее нормальную власть Когда люди перестали друг друга тысячами убивать ножами Вот И вот песню я написал По кусочкам рассказов людей, которые Ну, я в 91-м учился в академии Вот, когда все это началось А потом Отдыхал в Эшерах, в нашем санатории Как раз когда там первая война прошла, а вторая еще не началась Вот я разговаривал с местными Там они Говорят, что мы, говорит, сами ничего не понимаем Что произошло, мы все время дружили Женились друг на друге И тут мы стали воевать Вот И Я просто понял, что нам сильно, конечно В нашей стране сильно повезло С теми людьми, которые В то время служили в армии Которые не боялись стоять между народным фронтом Озлобленным И Руководителями, бывшими коммунистическими Которые то же самое Как бы Давали команду вперед стрелять И все Вот И люди делали это Часто рискуя собственной жизнью Так как было в Тбилиси, вы помните У меня вот двоюродная сестра Которая сейчас живет в Рязани Они жили с мужем Валеркой В военном городке В Цитилицкаро К ним ночью приехал грузин В три часа ночи На зеле 130-м Цепью зацепил Трубу газовую На пятиэтажке И уехал Вырвал трубу И газ пошел в дом Вот Им сильно повезло Они утром проснулись От запаха газа Вышли Заткнули тряпкой Это дыро Потому что дом весь уже был полностью Вот В такой обстановке Все это дело происходило И люди Как-то вот понятие офицерский романс Это обычно когда Такой мужчина в красивых штанах В поглаженной рубашке Поет что-то красивое о девушках А мне вот Захотелось написать романс Про людей Которые В этом грязи В этой Полностью В лишенном потолка И пола В мире Сумели сохранить Своё человеческое лицо Сберечь своих солдат И сберечь людей Которых они защищали Романс офицера 90-х годов В мутной воде Заблудиться так просто Между течением Стремительных вброд И на плечах И погоны И звезды И эти люди Ведь твой же народ И невозможно Приказа нарушить И не нарушить Приказа нельзя Господи Боже Спаси мою душу Мне отведи От прицела глаза Кровь пацанов Там где кровь лейтенантов Злоб и слепой Ненавидящий взгляд Жизнь как мундир По краям салым канта Ты человек Но ведь ты и солдат Мир хрустальный Бокал Кем-то брошенный Опа Что ни склеить уже Не сложить Не собрать Я, наверное, устал Ставни плотно захлопнул Пусть идет без меня Злая эта игра Степан Атерт И Бакуиц Хинвали Буквы простые Без жалостных фраз Время для жизни Мы не выбирали Время приказом Назначило нас Красный ли флаг Красно-белый и синий Как далеко бы Судьба не вела Только бы крепче Стояла Россия Только бы Родина Наша была Господа 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 Что же с нами-то будет Все уходит в песок Вера жизни вода Нам беда не беда Пусть Господь не осудит Были б совесть да честь Господа Господа Были б совесть да честь Господа Господа Ну вот Дорогие друзья Мне Я Значит Сейчас Закончу Вот это все Грустные петь эти песни Вот Да Ну Как бы ни старались Наши в Роди Дорогие друзья Главное Качество Нормального военного Это его неистребимый оптимизм Неистребимый Извините Я волнуюсь И путаю слова Вот Потому что Что такое настоящий офицер Это человек Который привык К тому что Что бы с ним не случилось Как бы он не работал Его все равно потом Накажут Да Вот И поэтому Есть одна песня Про это дело Я ее петь сейчас не буду Потому что Пишется все Идет прямой эфир Вот И подумают про меня Не весь что Да нет Не поэтому дорогая Я Поэтому я хочу Юрич Спеть Хорошую песню О чем мечтает Лейтенант Как бы мне стать полковником Получать зарплату Сидеть в кабинете Вот А да О чем мечтает полковник Как было здорово Когда я был лейтенант У меня был стол Стул Сейф Печать была На веревке На цепи точнее Вот И никаких больше проблем В жизни И меня все любили И в прямом И в переносном смысле И мне было очень хорошо Хлопаем Не вижу ваших рук Мы были лейтенантами Когда-то Собою озарили Жизнь и враг И вечно были в чем-то Виноваты И вечно что-то Делали не так И путали все Плюсы и фазы И засыпали На ходу легко И нарушали все Уставы сразу Хлопаем И задавали честь Не той рукой Когда-то Лейтенантом Мы были И все вокруг Давали прикурить И все Что чуть шевелится Любили И пили все Что льется И горит И спали Там где Туловище хочет И ели все Что можно Разжевать Мы были Лейтенантом Днем и ночью И нас теперь Ничем не испугать Я все умею Я все могу Е-е-е-е Я Жуков И Наполеон И я с заряда Убегу И влезу На любой балкон И мне Любой виток Судьбы Лишь мозги Порошить Чуть-чуть Пусть я Полковник Может быть Я лейтенантом Быть хочу А нынче Министерство Обороны Нас занесло Ужасно Высоко Доверило Полковничьи Погоны Доверило Командовать Полком Но я скажу Действительно Приукрашу Цветучего Земного Естества Что лейтенантов Этих самых Наших Нет ключей Во вселенной Существа Я все Умею Все могу Я Жуков И Наполеон И я Соряна Убегу И влезу На любой балкон И мне Любой виток Судьбы Лишь мозги Порошить Чуть-чуть Пусть я Полковник Может быть Я лейтенантом Быть Я лейтенантом Быть Я лейтенантом Быть хочу У Моя головогружительная карьера Привела меня в дебри Которые состояли в том Что меня назначили ответственным За стрельбу В нашем уникальном центре До этого Наш уникальный центр Стрелял 8 лет До этого Ну до этого То есть 8 лет Никто не стрелял Ну вы помните Что это такое Это когда все писали Неделю Конспекты Сдавали зачеты Расписывались В 8 местах Вот И потом значит Мы приехали героически На стрельбище Недалеко там От нашего центра Уникального И вот 5 проверяющих стояли С первого отдела Сзади У меня была команда Веселая Значит Я Раздачник боеприпасов И двое еще Тоже было Офицеров на линии огня Вот И дальше нас там Инструктировали Долго Потом Значит Нас оставили Наедине С моими Боевыми Подчиненными Я сказал Мужики Значит Наша главная задача Чтобы эти идиоты Не подстреляли друг друга То есть Если вы увидите Что мужчина Одетый в костюм военного На огневом ружбеже Начинает мотать Пистолетом Бессмысленно То вы должны У него пистолет Этот каким-то образом Из рук забрать Поняли Поняли То есть Если что-то не так Ваша задача Пистолет у него забрать Все остальное Ерунда И никого не слушайте Понятно Маленький тир Вот такой вот Низкий потолок Вот И вот заходит Первая смена Подполковник Капитан Истарлей Раздать боеприпасы Раздают три патрона Заряжай Заряжают К бою По команде к бою Значит Они засовывают магазин В пистолет Передергивают Затвор И ставят его На предохранитель Дальше Огонь Они становятся К мишени Должны стать К мишени Снять с предохранителя И нажать На спусковой крючок Старший лейтенант Становится боком Снимает с предохранителя Нажимает на спусковой крючок Капитан Становится боком Снимает с предохранителя Нажимает спусковой крючок Подполковник Становится боком Снимает с предохранителя Передергивает Оттуда вылетает Блестящий патрончик Подполковник Видит патрончик Прыгает за ним Вместе с пистолетом Сзади стоящий раздачник боеприпасов в звании старшего лейтенанта прыгает на подполковника, и они вместе падают к ногам офигевшего капитана, который в это время нажимает на спусковой крючок. Раздается взрыв, гильза летит, попадает в голову старшего лейтенанта, старший лейтенант стреляет, раздается второй взрыв. И мы все вместе падаем на кучу и на землю. Начинаем искать тот патрончик, который вылетел из пистолета у подполковника. Мне жутко повезло, потому что все проверяющие вышли покурить в это время. Выяснилось, что подполковник вчера отмечал день рождения своей жены. То есть у него причинно-следственные связи были нарушены, и вот в таком же духе вся стрельба прошла. Я был начальником на этой стрельбе, то есть я написал после этого вот это произведение, которое я сейчас вам исполню. Оно примерно такой же длинный, как и сам рассказ. Ну, а до конца концерт остался буквально минуты. Да, дорогие друзья, значит, песня называется так. Рассказ о стрельбе из пистолета Макарова тремя патронами на дистанции 25 метров один раз в 8 лет. Упражнение номер... Кто понял, что я сказал, помашите рукой. Никто не понял, правильно? Министерство обороны после службы долгих лет выдают мне три патрона и тяжелый пистолет. Я още мужик сделал шаг, а после сразу докладай. Выхожу я на исходный, три патрона достаю, но террор международный сейчас заочно всех убью. Быстро выбросить угрозы ваших ядерных ракет, так как я же думаю, грозно, три патрона в кулаке. Тут команду произносят, заряжай, начинаю быстро я соображать. Не ударить бы сейчас мне в креслецом, в магазин патрон совать каким концом. Террористы пусть немного поживут, разберемся через несколько минут. Всех сумею в одночасье победить, коль сумею магазин свой снарядить. Наконец-то нашли патроны, место нужное свое. Я походкой у курона выдвигаюсь, ё-моё, становлюсь суровой сразу, как железная броня, что отдание приказа на открытие огня. Никого я во всеменной не боюсь, я теперь покруче, чем Уиллис Брюс, и Кутузов, и Суворов, и Илья, и Пожарский, да и Минин тоже я. Пистолет скорее в мишень бы навести, сразу выбью шестьдесят из тридцати. Не забыть бы вот надеть на нос очки, по теле летят по закоулочкам крють клочки. Тут дают команду к бою, ну теперь тушите свет. Я дрожащую рукою поднимаю пистолет, становлюсь к мишеню боком, наставление как велит. И гляжу суровым моком, и безжалостен мой вид. Тут на ухо мне командуют огонь. Я давлю, а тока нету ничего. Я сильней, а тут толкают в бок меня. Да ты ж его с предохранителя не снял. Я предохранитель этот вниз давлю, пистолет роняю, а потом ловлю. Поднимаюсь, не случилось ли чего, а вокруг куз больше нету никого. Что трухлявые боитесь пистолетного меня? Я иду суровый витязь прямо к линии огня. Поднимаю свою пушку, сейчас поймёшь, что почём. И ловлю мишень на мушку, нажимаю на крючок. Тут как выдарило оружие моё, как тут пуля полетела, ё-моё. Как тут пуля пролетела, и ага, как мне дильзы засветило по мозгам. Я от ужаса такого сразу взмок, и уже решил, что рухнул потолок. И закрыв на всякий случай все глаза. Дванул на спуск корей два раза. Улетели птицы пули, дым стоит пороховой. Все полезли из-под стульев, каждый блин едва живой. Собирает мою пушку, каждый как ребёнок рад. Обнимает все друг дружку и спасибо говорят. Мы-то думали, что нам пришла хана, что не доживём, уже мы до темна. Жён с детишками велим себя любить, что сиротами и вдовами не быть. Ты иди скорее, родимый, погуляй. Только больше, умоляю, не стреляй. За три года мы тебе поставим пять, чтоб не надо было более стрелять. Всё, сейчас конец уже будет. Пусть боятся террористы и усамобиладен. Будет точен каждый выстрел в небе, в суше и в воде. Выпечатайте награды. Пусть на вас они гремят. Защитим любого гада, победим любого гада. Мы с патронами тремя, мы с патронами тремя, мы с патронами тремя. Товарищи, я. Дорогие друзья, ну, я вас истязаю уже практически два с половиной часа. Вот. И гитара уже расстроилась. Дим, можете попросить, настрой мне гитару, пожалуйста. Выдерни, пожалуйста. Давайте, выдерни гитару. Потому что я ее бессилен настроить. Надо только выйти вот туда вот. У нее там что-то сверху. Да, я понял. Сейчас уже заканчиваем. Дорогие друзья, ну, второй гитары у нас нету, поэтому придется петь под фанеру. Субтитры сделал DimaTorzok